И снова всем приветики. Я хочу, чтобы это видео было какое-то... Что-то по типу дня с фенечками или фенка-влога какого-то. Вот. И здесь, если честно, еще не знаю, что будет. Какие фенечки я буду тут плести. Просто мне надо было начать это видео. Чтобы потом, уже в процессе, когда я буду плести фенечка, мне это надо было отхалутичнее. Типа я могу сейчас плести эту фенечку, потом начать эту, потом проплести эту, закончить вот эту вот, начать пятнадцатую, закончить пятую и так далее. Как это было? Я не уверена, типа, что за этот ролик я успею. И не знаю, сколько он больше будет или не будет. Поэтому мы посмотрим. А вообще я бы очень сильно хотела попробовать проплести вот эти вот эти фенечки, закончить вот эту вот и начать еще одну или две. где-то по прямому плетению. А там еще посмотрим. Типа у меня это все очень спонтанно, поэтому посмотрим. Еще бы я очень сильно хотела показать моего кита в этом видео. Типа это будет не только фенечки, но еще и вязание. Немножечко, мне просто со мной нравится процесс, когда вы сидит. Поэтому почему бы это не снять. И тут лежит недоплет тоже с пакухой. Я к нему сейчас параллельно снимаю про засплетение. Возможно, начну с еще одной фенечкой. Это я еще не знала. Но мы пасмортируем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Боже, какая красота. Да, не знаю, мне так нравится эта пряжа. Я ее покупала очень давно. Несколько лет назад. Типа когда только начинала все это плести, рукодельничать. Типа такой красивой пряжи. Мне было такое украшение, куда я ее не использовала. И тут подвернулся кит. Правда, у меня ужасно болят пальцы. Невероятно, тут тоже вимки не красные. Капец. Ну, только посмотрите на эти цвета и узелочки. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Немного только непрезентабельный кусочек видео. Я, короче, два дня с того момента, как начала это видео, практически ничего не делала. Только вот довязала моего кита. Ну, почти довязала. Я даже еще помню очки не довязала. Сейчас три часа дня. Я не помню, какое число. Сегодня 24-й. Сегодня 24-й. И, короче, я буквально недавно проснулась. Была на лекциях. Вот. Мне пока нравится. Конечно, он кривой немножечко. Но, знаете, когда долго не вязала, мне, в принципе, нравится. Я, может быть, свяжу еще одну. Но это еще не точно. Еще этого надо закончить. Вот. По фенечкам я пока ничего не делала. Точнее, сейчас покажу. Ну, точнее, сейчас узнаете. Просто еще хотел сказать, что вот это насчет, по-моему, в начале видео говорят, что это типа фенечный день. Или день с фенечками. Что-то такое. Но на деле, оказывается, это что-то по типу фенечной недели будет. Потому что, ну, за день я мало чего смогу сплести. Мне так кажется. Поэтому я подумала, типа, это видео растягивает на неделю, там, или чуть больше, с учетом того, что последние два дня я занималась только вязкой. И, собственно, все. Еще, я, короче, такая подумала. У меня есть вот столько вот пряжи, из которой я вязала. Вот, короче, хаос из пряжи, так что извините. Вот. Я подоставала вот такие вот моточки, из которого вязала вон того кита, лизадива. И, короче, я решила поотматывать нужные части, нужные цвета и попробовать из них что-то сплести. Я решила начать чешуйки. Вот такие вот. Мне просто интересно, очень интересно, что из этого получится. Но, с другой стороны, почему не должно получиться? Но, не знаю, мне эта идея пришла в голову. Я такая, я хочу это попробовать. Я просто очень сильно хочу это попробовать. Будем смотреть, что будет дальше. Плела уже, и пока что результат мне очень нравится. Я сделала здесь петельку леденец. Первый раз за последнее время. Вот. Нитки тут малеха скользят. И мне кажется, что у меня не хватит для полной финички. То есть она будет, может, сантиметров 14. Типа не мой обхват. Вот. Но пока что я результатом очень сильно довольна, симпатичная. Прошло где-то полтора часа. Я спела уже 8 сантиметров. Я решила не откреплять, а так вам показать. Хотела сказать, что вот черные нитки у меня уже закончились на половине, по сути. Потому что я вообще рассчитывала на 15-16 сантиметров. Но нитки реально как-то быстро кончаются. Их осталось совсем чуть-чуть. Я вроде бы говорила в прошлой части видео, но я не уверена. Вот. Не знаю, сколько она получится. Надеюсь, хотя бы на сантиметрах 14. Там уже как-то что-то придумаю. И если кто-то будет такой же плести, то окантовка, она очень быстро заканчивается. Так что берите намного больше, типа где-то на метр больше, чем основных ваших нитей. Я уже, короче, заменила черные нитки. Я забыла, как это делается. Поэтому я сделала как в прямом плетении вот эти вот половинчатые узлы. И смотрите, вообще не видно, где я подвязывала нитку. Это офигенно. Классный способ. Я не знаю, как вы сейчас делаете, но если что, это отличный способ. Смотрю Gravity Falls. А вот там я в зеркале. Не на дне смотреть. Вот. Я думаю, за сегодня я до плиты уже. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 коричневым и зелёным на фон. Такое, очень такое. Она сузилась и кривит. Типа, по отдельности, они как бы ровные, если так смотреть, если вот так смотреть. Но вот здесь вот это просто изгиб и всё. Мне так впадло плести в последний глаз. Второй глаз этому коту, капец. Наверное, третьего кота я не буду плести, уже закончу эту фенечку и всё. И начну тут с голубя. Блин, такая идеальная фенечка была с этим котом. Надо же было мне же самой всё испортить. Я надеялась, что всё будет намного лучше, но в итоге получилось вот так вот. Вот я и закончила эту работу. Как я и говорила, тут вот здесь всё пошло наперекосяк в центре. Так вот она ровная вроде бы. И вот так вот она вроде бы ровная. Но вот здесь вот всё пошло не очень и пошло неровно. Это, конечно, обидно. Почему она ещё и боком идёт? Это вообще бесит. Здесь я, походу, слишком затягивала узлы. Хоть здесь и получилось более ровно, чем в этой части, но эта часть мне меньше нравится, чем эта. Может быть, из-за самого котика. Но здесь я, походу, перетягивала нитки. Короче, так получилось. Ну, уже как получилось. Пусть ко всему я сделала здесь больше пустых рядов, чем здесь. Можно было бы уже заканчивать это видео, как я вам обещала. Но для этого надо всё установить, чтобы вам спокойно показывать двумя руками, а не одно это всё. Плюс ко всему надо найти второй недоплёточек, который я потеряла. Вот. За эти видео мне получилось три готовых работы. Два недоплёта и выходит кит, который выведёт. Ну, для вас буквально через минутку. Для меня это уже будет завтра. Потому что, как я уже сказала, то надо всё устанавливать. Сейчас как бы пол первого, если я это не говорила. Ну, как вы понимаете. Нету тугу немножко. Но сейчас я, возможно, начну с леченечку то с голубя. Тебя, черёшь? Вот. Я уже нарезала основу и выбрала цвета фона. Был выбор между вот этим вот и вот этим вот. Но мне посоветовали этот. И, в принципе, я захочу с меня и хотел так. Потому что, я думаю, с этим будет сливаться. Пока что это выглядит вот так. Вот с петлей, конечно, немножко переборщила. Потому что мне казалось, что она маленькая. Но основа мне очень нравится. Это цветной ирис в моточках, который у меня был. Буквально очень маленьких. Это, типа, всё, что из этого ириса было. Поэтому решила его использовать на основу. Но мне очень-очень нравится. Пока не знаю ещё, как пойдёт фон. Но мне нравится. Очень красивый цвет. Очень красивый меланж. Это, по-моему, от гаммы. Я ещё нитки не подклеивала. Про плиту больше и подклею. Думаю, ещё один повторяй сплету и уже начну надпись. Если что, у меня стул скрепится. Я хочу подвести то, что я сделала за всё это видео. На это видео у меня прошло, наверное, чуть больше недели. Но учитывайте то, что я некоторые дни вообще не брела. У меня не было желания. Плюс ко всему я обязала. Это вам тоже покажу сейчас. В принципе, вы и так это видели. В начале видео, вообще, в видео. Так что начнём связанные игрушки. Получился вот такой вот кит. Я никак не довяжу ему ци, как его там. Пламнички, короче. Но мне нравится он и так. Так что я даже не знаю, стоит довязывать их или не стоит. Типа я пыталась. Они как-то выглядят как крылья у него какие-то. Не знаю. Мне вроде бы и так не совсем нравятся. Хотя, в принципе, это получше. Но с ними как-то вообще не очень. Ну и теперь приступим к финишной части. Первый ненапряж, который мне попался. Это я хочу его показать, который вы так и не увидели за всё это видео. Которое, я говорила, что он потерялся. Я его нашла. Я его хочу доплести и замену вот этой вот финишки, потому что я уже, по-моему, заносила. Честно, чтобы мне что-то на руке болталось, и всё. Я заношила его до 2. То есть вот такая вот малявка. Я заговорила, что совсем малявка. Вот. Это один рапорт. Это один матьевый рапорт. Ох, и намучаюсь я с этим вот нитки. Все от этой финишки. Короче, тут в основном только нитки. Я также пропила первую схему этой финишки. Нитки я ещё не подклеила. Вчера пробовала. Мне интересно было. Мне посоветовали, что мои финишки не шли дугой. Приклейте их к столу. Дугой она перестала идти. Окровенно честно. Но всё равно равнее она. Мне очень сложно контролировать на столе за то, как я затягиваю узлы. Поэтому как бы одна проблема ушла, другие пришли. Может быть, как-то ещё над этим поработаю, и что-то будет получше, но ещё не знаю. В принципе, оно пока что идёт более-менее ровно. Первая гора готова. Осталось ещё две. Когда-нибудь до плиту. Следующая нитка вот эта, которая будет с головем. Сжирёшь. Вот такая вот финишка уже получается. Более-менее ровная. И вроде бы не идёт пока что дугой. Странная вышла петелька. Очень такая твёрдая. И будто бы её уже носили, потому что она вот так влебается. Но я, походу, переборщила с её размером. Вот. Мне очень нравится основа. То, что она цветная. И так очень симпатично выглядит. И ей очень нравится этот миланчик от гаммы. Я нарезала нитки для коврика. Но я ещё не уверена, что я его буду плести. Но нитки на всякий случай заготовлены. Поэтому это просто нитки. Они не будут здесь валяться. Где-то здесь поваляться. Такий эксперимент, который удался. Это вот эта вот финишка-чешуйка из ниток Дивы. Мне очень максимально было сильно интересно, что получится, если нарезать пряжу Диву на оттенки и сплести из них финишку. Очень интересно. Вы даже не представляете, насколько. Не просто типа двухцветную финишку, а именно вот такую вот цветную. И я довольна. Честно, я очень довольна результатом. Она многим понравилась, особенно сочетание цветов. Хотя по ровности ты, конечно, желаешь лучшего. Но это уже вопрос самой пряжи. И честно, мне очень понравилось. Правда, нитки я очень мало взяла, и она вышла короткой. И пришлось подклеивать основу. Ну, в смысле, окантовочку. Сзади она еще красивее, мне кажется, вот здесь. Вот смотрите, как красиво. Капец. Вот такая вот красоточка. Вот петелечка. Короче, я довольна этим экспериментом. Мне понравилось. Потом финишка, по которой я снимала процесс плетения. Так что, переходите на мой канал и смотрите там все подробно о ней. Я ей тоже очень довольна, несмотря на то, что она идет немножечко дугой. Но это немножечко. Тут очень много цветов. И, честно, она получилась, как я хотела. То есть, она нигде не выпукает, хочу сказать. Не выпуклая, она ровненькая. И просто, просто шикарно. Серьезно, даже вот эта вот ужасная конфетка и странная петелька. Точнее, странная, странная начало это. Оно как бы ничего не портит, наоборот, как-то дополняет эта цветная основа. Мне очень даже нравится. И санка, конечно, туда давая. Все в клею, но что-то делать. Я ее все равно носить не буду. Тут и блестяшки, хотите узнать поподробнее, смотрите процесс. Ну и последняя работа за все это время. За это видео, точнее, вот эта вот работа. Я доплела наконец-то. В принципе, о ней я уже все рассказала, все, что я не думаю. Я бы не сказала, что я прям очень сильно недовольна. Но, конечно, ожидания были получше, если честно. Я бы, конечно, могла бы и больше, если бы у меня вот это вот не пропадало, то появлялось, то пропадало. Это как бы настроение моего напряжения. Ну и в принципе, в принципе, мне кажется, не так все и плохо с учетом объема этой работы, этих работ. Хотя это был недоплет, что я его просто доплела. Но эти фенички я начала с нуля, и эти тоже. В начале видео я говорила, что хочу доплести две чешуйки и вот эту вот работу. Но, как видите, я вообще не продвинулась ни в чешуйках, ни в этом недоплете, что обидно. Очень. Ну, в принципе, начала выходить три новых, закончила два новых и закончила еще один недоплёт старый. Ну, как старый относительно. И связала кита, кстати, как бы не забываем о ките. Так что, в принципе, в принципе, не так уж и плохо, мне кажется. Кстати, очень важно сейчас, пожалуйста, напишите в комментариях, как вам этот финкоблог. Стоит ли мне продолжать его снимать, пока не кончился карантин, потому что, скорее всего, после карантин я снимать уже ничего не буду. Вот, естественно, откровенно и откровенно честно. Ну, в любом случае, спасибо, кто посмотрел. Это все, что я могу вам сказать. Хотите, подписывайтесь на канал. Здесь иногда рандомно выходит видео, поэтому ставьте колокольчики. Конечно же, пишите комментарии, ставьте лайки, это будет приятно. Мне очень сильно. И смотрите предыдущие видео. Всем удачки, всем пока.